От нее ждут поддержки и помощи в самых непростых ситуациях. В Сергиевском районе знают, если случилась беда, надо идти к Людмиле Васильевне Кувитановой. Обладатель десятков благодарственных писем, почетных грамот и юбилейных медалей поможет и словом, и делом. Почти 60 лет работы с людьми и для людей. Я начала работать учителем начальных классов, старший пионер-важат, и все это вместе совмещала. И, конечно, занималась большой внеклассной работой, потому что мне было очень интересно. И была вечерняя школа, где учились люди, которые в два раза были старше меня. Представляете, как раз был период, когда получали семилетнее образование, а потом уже восьмилетнее образование. Одновременно я поступила в пединститут на заочное отделение, которое успешно закончила, и стала учителем русского языка и литературы. После должность первого секретаря в районном комитете Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи за работу по патриотическому воспитанию ребят, Людмила Кувитанова была награждена почетными знаками за активную работу с пионерами и за активную работу в комсомоле. Дальше еще одна веха в карьере. Долгое время Людмила Кувитанова проработала преподавателем Сергиевского зооветеринарного техникума. Занималась молодым поколением научно-исследовательской и краеведческой деятельностью. В начале 2000-х наша героиня сменилась ТИЗЮ и стала юрисконсультом и первая в области начала оформление земельных долей для членов колхоза. В марте 2014 года ее избрали председателем общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Сергиевского района. Вот сейчас у нас еще одна организация создалась, 39 первичных организаций. Мы их собираем постоянно, председателей. Вопросы самые различные. У нас еще не было ни одного семинара, чтобы не присутствовали или работники соцслужбы, или здравоохранения, коммунального хозяйства и так далее. То есть все вопросы, которые сейчас очередной семинар мы готовим, это по вопросам пенсионной реформы, которая сейчас была озвучена. Я считаю, что все-таки то, что у нас плановость в работе, и то, что мы постоянно с людьми советуемся членами президента, вот это, наверное, дает нам возможность работать и решать многие такие вопросы. Людмила Васильевна, она принимает активное участие у нас с различными общественными организациями. Так как мы как центр контролируем деятельность 19 общественных организаций на территории, то самая обширная организация – это ветераны. Это один с половиной тысяч населения нашего входит только в ее организацию. Совет ветеранов и сфера культуры – это два направления, наверное, неразделимы друг от друга. Поэтому мы без них не можем в своей работе. Это люди очень инициативные и люди, которые обладают той памятью, которую необходимо нам передать будущим поколениям. И вообще вспомнить историю нашего района. А вот Людмила Васильевна – это тот кладезь, который помнит буквально все. То есть по любым вопросам, по истории комсомола, по Великой Отечественной войне годы, Великой Отечественной войне, ее просто воспоминания, тот материал, который был собран ими. Все это держится в ее голове, и всем она готова поделиться. С умным и доброжелательным человеком, с всесторонне развитым, конечно, работать очень хорошо. У нас много таких проектов и много работы. Ну, вот о чем я хочу еще сказать. Кроме того, что вот Людмила Васильевна – председатель района Совета ветеранов, она еще и принимала участие в реализации проекта «Народный контроль». Потом еще у нас очень большой проект, вот совместно был с музеем «Спасибо за жизнь». Это фото-выставка участников Великой Отечественной войны, тех ребят, которые ушли на фронт именно Сергиевского района. И благодаря этому проекту у нас и фонд пополнен с фотоматериалом. И, конечно, Людмила Васильевна, она все поездки была с нами, сопровождала, и, разумеется, готовили эти мы совместно все выставки. Но это не только вот «Спасибо за жизнь», в этом проекте у нас идет совместная работа. Мы работаем, можно сказать, каждый день, плотненько-плотненько, потому что Совет ветеранов – это первые мои помощники. Людмила Васильевна – это первый мой помощник, потому что сейчас очень много случаев участились в поисках родственников по всей России, почему-то звонят в музей. Когда мы обращаемся, разумеется, Совет ветеранов, конечно, сразу они отвечают нам положительно, и всегда на все вопросы у нас есть какой-то ответ. Благодаря активной позиции Людмилы Кувитановой в Сергиевском районе стала хорошей традицией проведения уроков мужества с участием ветеранов. Перед Днем Победы проводятся мероприятия, где чествуют участников тех страшных событий. Благодаря инициативе Совета ветеранов в районном центре в 2014 году появился уникальный памятник. Мы его открыли, практически это памятник, труженикам тыла первыми в области. Это было очень красивое открытие, красивое зрелище здесь было, красивый сценарий, благодаря работникам управления культуры был. Поэтому мы считаем, что вот это очень здорово. Она так же, как мама, несмотря одного возраста, мы всегда к ней прислушивались, потому что у Людмилы Васильевны очень большой опыт как организатора. Она старается встретиться с каждым пенсионером по его вопросу, с каждым участником войны, походить, съездить не только по телефону встретиться, а съездить к нему домой, узнать условия его жизни. Мы проводим все различные мероприятия для пожилых людей и инвалидов. Все различные организуем конкурсы, проекты. То есть это большая работа именно для пожилых людей. Достаточно активно принималось участие в проекте «В движении», где Людмила Васильевна своей группой выиграли грант на 100 тысяч и реализовали его. Это скандинавская ходьба. Людмила Кувитанова вместе со своей командой активно включается и в культурные проекты, среди которых областные фестивали «Гармонь моя говорушечка» и «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Это проект областного фестиваля «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Замечательный проект, в котором мы принимаем участие уже не один год. И в этом проекте у нас очень много лауреатов каждый год становится. Мы очень рады, что этот проект несколько лет проходил на нашей территории. И у нас была возможность показать наибольшее количество творческих коллективов. А хоровое искусство у нас очень развито на территории района, как среди молодежи, так и среди взрослого поколения. Поэтому мы постарались показать и те коллективы, которые же возрастные. Людмила Васильевна реализовала проект «Народный контроль», который с интересом встретили жители района. В 2015 году активисты проверили 65 магазинов, в следующем – 40. Участники рейда постоянно составляют мониторинг цен на социально значимые продукты и лекарства. Знаете, рейды «Народного контроля» они знают. У нас специально есть и бейджи, и форма одежды. Мы привлекаем и работников правоохранительных органов. У них тоже есть там товарищи, которые за это отвечают. Мы проверяем магазины по качеству продаваемой продукции, по срокам реализации продуктов. И хочу сказать, что, конечно, вначале, может быть, кто-то воспринимал так, кто-то не совсем положительный, кто-то с каким-то негативом. Но прошло, наверное, где-то месяцев 9-10, когда они начали осознавать, что с нами необходимо считаться. Те люди, которые здесь постоянно приходят к ней, они верят в нее. Они знают, что они, придя сюда, они обязательно найдут ответ на свой вопрос. Будь он будет положительным, либо отрицательным, но любое дело, которое начинается в ее кабинете, оно заканчивается, конечно, конечным результатом. Не обходится практически ни одно мероприятие и совещание без ее участия. Советы в администрации, вот когда с общественными организациями собираемся, что-то планируем. Вот здесь ее советы очень дельные и ценные в этом плане. Очень нужный человек, который на самом деле любит в нашем районе. Полгода тому назад обратилась одна женщина, у нее определился большой долг, 42 тысячи рублей, за то, что поставили ей счетчик, а подключение этой организации, которая за это отвечает, вовремя не произвела. И вот здесь вот потеряли кто прав, кто виноват. И в 42 тысячи это все вылило женщине, которая получает 9 тысяч. Естественно, эта женщина пришла к Людмиле Васильевне, и она подключилась к этому вопросу, и вопрос этот был решен. Человек отзывчивый, всегда держит свое слово, и разумеется, я хотела бы сказать и о ней, и о Совет ветеранов в целом, что это люди, которые всегда придут на помощь. Но так как Людмила Васильевна, она как руководитель, председатель Совета ветеранов, разумеется, от нее зависит все. Очень ответственная, очень активная, очень пунктуальная, но и в то же время очень добрый человек, требовательный человек. Все любит, чтобы было сделано от и до и на высшем уровне. Я благодарна этому человеку за то, что она обладает такой энергией, которая передается молодому поколению, передается нам, и нам всегда очень приятно с ней общаться, и мы желаем ей здоровья, успехов и всего-всего самого хорошего. Два года назад Людмила Кувитанова стала лауреатом областной акции «Женщина года» в номинации «Общественный деятель». В прошлом году еще одно почетное звание. Кандидатуру Людмилы Кувитановой рекомендовали к участию в областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Команда созидания», где наша героиня вошла в десятку лучших и стала лауреатом. Хочется делать добро людям, хочется решать, чтобы вопросы решались положительно. Еще знаете почему? Потому что, наверное, в последнее время, я думаю, что вы со мной согласитесь, что вот слово «добро» как-то стало теряться. Материальное благополучие у людей, материальное благополучие. А вот добро, а мы сейчас стараемся, вот я стараюсь, чтобы все-таки это слово вошло в нашу обыденную, каждодневную жизнь – делать добро людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова